Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 19 марта. Вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Переговоры о прекращении огня опускают фьючерсы на пшеницу. В России дорожают подсолнечник и шрот. Мол, заводам не хватает чернил для печати цифровой маркировки. Самое главное и интересное. Далее в выпуске. На фоне новостей о переговорах России и Украины мировые биржи начали потихоньку охлаждаться. Риск, что перебои с поставками черноморского зерна затянутся, стал ниже, как и фьючерсы на него. В среду, 16 марта, по итогам торгового дня, майские котировки мягкой зимой пшеницы на бирже в Чикаго снизились до 392 долларов за тонну. Снижение затронуло также кукурузу и в меньшей степени соевые бобы. Пошел на снижение французский зерновой рынок. Майский фьючерс на мукомольную пшеницу на бирже Мотив опустился до 401 доллара за тонну. На базисе Черного моря экспортная цена на пшеницу остается выше 420 долларов за тонну, сообщает аналитический центр Агроспикер. Закупочная цена в портах потихоньку растет. Новороссийские экспортеры готовы платить уже 19 тысяч рублей за тонну четвертого класса. Аналитики ждут, что внутренние цены на зерно вырастут еще больше, потому что, как остроумно выразился глава Агроспикера Виталий Шамаев, после девальвации рубля российскому рынку обваливаться некуда. Мировая цена на пшеницу остается в три раза выше, чем наша внутренняя цена. Новый урожай зерна в рублях будет дороже текущих цен. Впрочем, новый урожай обещает быть дорогим во всех странах. Повышательный ценовой тренд затронул в марте и рынок масличных. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в Южном федеральном округе цена спроса на подсолнечник поднялась на 4 тысячи рублей, до 46 тысяч 600 рублей за тонну с НДС. Около 3 тысяч рублей прибавила за эти две недели соя. На юге России она стоит 57 тысяч 200 рублей за тонну с НДС. РАП стоит более 59 тысяч рублей за тонну. Подсолнечное масло подорожало практически на 20%. Сейчас его цена 118 тысяч и 200 рублей с НДС. Подсолнечный широт также растет в цене. В среднем по России он подорожал на тысячу рублей и стоит 20 тысяч 600 рублей с НДС. При этом масложировой союз России выступил с заявлением, что предприятиям переработки не хватает денег на закупку сырья. Банки не выдают даже коммерческие кредиты. Поступление валютной выручки хромает, сообщил глава союза Михаил Мальцев. Он оценил потребность отрасли в кредитах в 150 миллиардов рублей. И напомнил, что около 132 миллиардов рублей у отрасли изымает таможенная пошлина на масло. Если бы этого сбора не было, то вопрос с кредитованием не стоял бы так остро. Переживания Михаила Мальцева понятны. Но проблемы МЭЗов возможно решаться за счет новой программы поддержки системообразующих предприятий в сфере АПК. На днях Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 26 миллиардов рублей на льготное аккредитование для таких предприятий. Системообразующие организации смогут взять в кредит до 5 миллиардов рублей со ставкой 10% годовых. Заем может быть выдан на срок до 12 месяцев. При этом получатель кредита обязан выполнить условия – сохранить не менее 90% рабочих мест. Напомним, что в списке системообразующих предприятий АПК сегодня числится 80 аграрных компаний и около 20 предприятий пищевой промышленности. Это Астон, Юг Руси, Каргил, Сюгден, Продимекс, Белая Птица, Домоте, Ставропольский Бройлер, Агрокомплекс имени Ткачева, Черкизова, Хохлан, Данон и другие. Полный список вы найдете у нас на сайте. Что касается малых и средних предприятий, то здесь новых форм господдержки пока не прибавилось. Единственное, что сделало правительство после введения санкций – это объявило мораторий на плановые проверки. А еще выделило 25 миллиардов рублей на кредиты под 5% годовых. В правительстве также обсуждают введение моратория на штрафы. В четверг Совет Федерации рассматривал еще один важный вопрос о стоимости дистоплива для аграриев. Член Комитета по аграрно-продовольственной политике Людмила Талабаева заявила, что цены на ГСМ нужно снизить в два раза. А если и после этого топливо будет аграриям недоступно, то продавать его нужно в счет будущего урожая. Это предложение Минэнерго никак не прокомментировала, но директор департамента нефтегазового комплекса Антон Рубцов поспешил все-таки успокоить, что цена бензина и дизеля не будет сильно расти и не превысит в этом году уровень инфляции. А если перейти к жесткому регулированию цен, то мы рискуем нарушить и без того плохую экономику в нефтепереработке. Мы продолжаем следить за этими мерами. На этой неделе среди россиян усилились панические настроения. Народ стал сметать с прилавков крупы, макароны, сахар и другие продукты с длительным сроком хранения. Всплеск спроса разогнал инфляцию. За неделю, по данным Минэкономразвития, детское питание подорожало на 4%, гречка и другие крупы на 2-2,5%. Рост цен с начала года на основные продукты вы видите на экранах. Лидером, в конце концов, был сахар, который за неделю подорожал на 12,8%. Самое смешное в этой ситуации, что как раз сахара Россия производит на 100 тысяч тонн больше, чем может потребить. На Кубани, где производят четверть всего сахара России, ежедневные продажи выросли в эти дни в три раза, со 100 до 315 тонн, сообщили в краевой администрации. Губернатор был вынужден привлечь к разговору даже начальника регионального управления ФСБ и заявить, что попытка завышения цены будет жестко пресекаться правоохранительными органами. С крупнейшими оптовиками власти Кубани договорились о том, что отгрузки с заводов должны производиться по 60 рублей за килограмм, а цена для покупателя на полке составит не выше 75 рублей за килограмм. На этой неделе отпускная цена на сахар в Краснодарском крае доходила до 67 рублей за килограмм. Вот что рассказал нам глава агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец. У нас был сахар, чтобы продать несколько тысяч тонн, мы его продали еще до жидкостного спроса по 45 рублей. В настоящее время цена сахара в рознице поднялась, она была, по-моему, 50 рублей удержали, сейчас она 82. Ну, в принципе, если брать падение курса рубля по отношению к доллару, то это соответствует, если это рассматривать как комодитис на долларовый товар. Что касается дефицита, я уверен, что его реально не будет, потому что произведено было с сахара чуть больше потребности российской, экспорт его приостановили. Поэтому я думаю, что ситуация с сахаром будет нормализована в торговле. У нас интерес сохраняется по силу сахара. Мы сейчас уже договорились о семенах свеклы на 23-й год. На 22-й у нас все есть, но площади сахара незначительно расширяем. В 23-м году чуть больше расширяем. Для нас посевы свеклы еще важны тем, что патока и жжом у нас активно используются в животноводстве в больших объемах. Поэтому для нас эта культура вдвойне интересна. Аналитики полагают, что цены на сахар в ближайшее время стабилизируются. Россельхознадзор пообещал решить проблему животноводов с доступностью аминокислот и премиксов. Эти составляющие рациона животных в основном завозились в Россию из-за рубежа. Замглавы Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что ведомство будет в приоритетном порядке оформлять документы на ввоз импортных кормовых добавок и других ингредиентов. Процедура регистрации добавок будет упрощена. Перед всеми сейчас стоит задача стабилизировать ситуацию на аграрном рынке так, чтобы он эффективно функционировал и развивался, а бизнес поддерживался. Подчеркнул Константин Савенков. Проблемы с импортными составляющими возникают и у молочных заводов. На этой неделе Южный молочный союз, который объединяет 21 перерабатывающее предприятие, обратился к главам южных регионов с просьбой обратить внимание на проблему маркировки. Дело в том, что для нанесения обязательных дата-матрикс-кодов системы «Честный знак» используются в основном импортные материалы. Сырье для производства бумажных стикеров и рибоны изготовлены в Финляндии и США, а чернила в Германии или США. Запасов, которые есть у молзаводов и типографии, хватит на полтора месяца работы. А вот что делать, когда эти расходники закончатся, не ясно. Ведь выпуск в оборот немаркированной молочной продукции грозит ответственностью, вплоть до уголовной. Молзаводы пытались решить проблему самостоятельно, пробовали материалы из Китая, но они оказались непригодными для использования на том оборудовании, которое установлено на заводах. Южный молочный союз предлагает как минимум на год приостановить требования по обязательной маркировке молочных продуктов. Это не только избавило бы переработчиков от лишних сложностей, но и помогло бы им сэкономить десятки миллионов рублей ежемесячно. Южный молочный союз просит глав Краснодарского края, Ростовской области, Адыгей и Крыма поддержать предложение. Мы возвращаем традицию заканчивать выпуск воодушевляющей новостью. Югу России хорошо известна проблема малых рек. Русла этих водоемов заиливаются, грязью закупориваются подземные родники, в результате и села, и сельхозпроизводители страдают от недостатка воды. Сельхозпредприятие АПК «Кубань-Хлеб» взялось решить эту проблему собственными силами. Хозяйство потратило более 50 миллионов рублей на строительство земснаряда и в марте приступило к расчистке реки Челбас. 2 марта наша компания начала дноуглубительные работы в русле реки Челбас со 172 по 175 километр. На нашем земснаряде, построенном на Приморско-Ахтарской судоверфи. Мы путем проведения дноуглубительных работ увеличиваем объем воды для нашей оросительной сети. Наш проект оросительной сети, наше предприятие рассчитан на 2000 гектаров. Первая очередь уже построена, сдаем в этом году на площади 854 гектара. Еще рассчитаны две очереди, которые будем продолжать дальше строить. Поскольку в реке Челбас воды недостаточно, нам пришлось заказать проект, провести гидрологические испытания. И сейчас мы производим дноуглубительные работы для увеличения объема воды в месте забора нашей насосной станции. На орошении Кубаньхлеб собирается расположить участки гибридизации кукурузы, причем отечественной селекции, национального центра зерна имени Лукьяненко. Так что, какой бы пугающей ни представлялась жизнь, пусть в ней всегда будет место созиданию. Не теряйте нас, подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на Яндекс.Дзен и Рутюбе, поддерживайте нас по возможности своими лайками и донатами. И мы надеемся, что сможем продолжить работать еще очень-очень долго.